Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити! Данное видео больше касается не психологов как таковых, а наших контрагентов, то есть тех лиц, тех организаций, с которыми мы заключаем договора и оказываем услугу дистанционной психологической диагностики с целью оформления психологической справки по приказу 34С и, соответственно, получения нашими контрагентами лицензии Ростехнадзора на право ведения работ в области различных потенциально опасных ядерных технологий и ряда других отраслей деятельности. Часто контрагенты задают вопрос, на основании каких документов, каких должностей, перечни ли этих должностей, мы должны осуществлять эти психологические обследования. Этот вопрос, конечно, прежде всего должен быть задан ими в их подразделениях Ростехнадзора отраслевых территориальных, но, тем не менее, вопросы возникают, и я решил этот вопрос пояснить. На данный момент вы на своем экране можете видеть постановление правительства Российской Федерации от 1 марта 1997 года за номером 233. Это постановление правительства является действующим. Соответственно, это постановление, помимо всего прочего, оно очень интересное, и оно есть на нашем сайте lpfo.pro. Оно определяет те самые должности, категории должностей, профессии рабочих и служащих, которые должны получать разрешение Ростехнадзора, то есть оформляется на них индивидуальная лицензия на этих работников, и, соответственно, получается, что предприятие лицензируется. Таким образом, вот давайте я промотал до собственного начала вот этого документа, это как бы часть этого документа, перечень должностей работников объектов использования атомной энергии, ну и, естественно, сопутствующих им. Например, нефтегазовая сфера, геологоразведка подразумевает использование каких-то приборов, аппаратов, используемых именно геологоразведки, содержащих источники радиоактивного ионизирующего излучения. И, соответственно, эти лица, их там достаточно много, перечень их большой, должны получать эти самые лицензии, не только в области атомной энергии как таковой, ну и, как я уже говорил, в нефтегазовой сфере, при геологоразведке. Итак, вот смотрите. Первое. Работники атомных станций. Их всего на данный момент 10 в России, и 11-я строится. Руководящий персонал, директор, главный инженер, заместитель. Пошли-пошли люди. Вот эти самые люди, эти самые должности, эти лица, должны получать лицензии Ростехнадзора на право ведения работ. А самое главное, обратите внимание, относится к этим же атомным предприятиям персонал, ведущий технологический процесс, оперативный персонал. То есть операторы блочных счетов управления, БСЧУ, так называемых. Это по атомным станциям. Это циферка 1. Идем дальше. Работники предприятий и организаций, эксплуатирующих промышленные, экспериментальные реакторы, стенды, прототипы, энергетические установки, руководящий персонал, перечисление его идет, и персонал, ведущий технологический процесс. Идем дальше. Работники исследовательских реакторов, критических и так далее. Руководящий персонал, персонал, ведущий технологический процесс. Работники судов с ядерными и энергетическими установками, руководящий персонал, понятно, что это капитан, судно, дублер, мы, в частности, сейчас сотрудничаем с одной из таких компаний. И, соответственно, персонал, ведущий технологический процесс, оперативный персонал на ядерной энергетической установке. Так вот это выглядит, да? То есть буквально, я о чем хочу сказать и так далее. Работники судов атомно-технологического обслуживания. Любой работник, любое предприятие должно обследовать и получать разрешение Ростехнадзора не только на своего руководителя и каких-то заместителей, там главного инженера, каких-то помощников и так далее, и так далее. Но обратите внимание, везде есть фраза, она нами красным выделена, оперативный персонал, персонал, ведущий технологический процесс. Что я хочу еще сказать? Хорошо, проходит у нас обследование руководящий персонал, иногда заместители проходят, но почему-то все предприятия, я это прекрасно понимаю, с чем это связано, упускают момент технологического персонала, ведущего технологический процесс. Эта фраза в каждом из подразделов повторяется, и тем не менее руководители забывают их обследовать. Ростехнадзор, по крайней мере по тем предприятиям, с которыми мы сотрудничаем и работаем, очень трогательно к этому относится. Может быть не очень удачное слово трогательно, но тем не менее относится. Задает вопросы, и соответственно, как пример приведу, наиболее тесно мы сотрудничаем с Уральским электрохимическим комбинатом, и соответственно в год у нас проходило в свое время обследование до тысячи, порядка там 900 с чем-то, до тысячи персонала, ведущего технологический процесс. Не только директор, не только его заместители, там 5-6 человек, не только главный инженер и его заместители, и так далее, начальники цехов, замначальников цехов, начальники подразделений, подразделений, мастера и так далее, но и непосредственно аппаратчики регенерации, технологи и так далее и тому подобное. То есть представьте себе, на предприятии проходило обследование не один-два человека, только руководителей, а в полном объеме, как это положено, как это требуется Ростехнадзором, проходило около тысячи человек ежегодно. Потом происходили определенные процессы, но скажу вам откровенно, то есть где-то к концу 2011 года таких людей у нас на предприятии осталось, помимо руководителей и персонала, ведущих технологических процессов, осталось порядка около 400 с чем-то, чуть меньше 500. Понятно, что происходят процессы оптимизации во всей стране, оптимизация, оптимизация, оптимизация с восклицательными знаками, с тремя, с пятью и так далее, но тем не менее, задают вопросы контрагенты, некоторые это понимают и в полном объеме выполняют те требования, которые предъявляются приказом Ростехнадзора за номером 721, некоторые пытаются нивелировать вот этот момент, обратите внимание, предприятие судостроительное, руководящий персонал, персонал, ведущий технологический процесс. Это приказ 233 предприятий топливного цикла, собственно, к которым относится Уральский электрохимический комбинат, руководящий персонал, директор, главный инженер, заместители, начальники подразделений, отделов, цехов и, соответственно, персонал, ведущий технологический процесс. На Уральском электрохимическом комбинате с этим все строго, очень так обстоятельно, подробно, то есть отдел труда и ядерных технологий за этим следит очень строго. Ни одна должность, будь то крановщик, который кроватки переставляет, или там аппаратчик, или еще кто-то, 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 они, понятное дело, есть такие должности, которые пальцем большим могут релюшку вдавить, и, соответственно, неприятность возникнет, причем похлеще чернобыльской. Но не об этом речь. Речь о том, что персонал, ведущий технологический процесс, так же, как и руководство организации, должны получать лицензию, должны проходить, соответственно, психофизиологические обследования, медицинские осмотры, то есть, как правило, бывает такое у контрагентов, значит, помнят о медицинских осмотрах, но почему-то забывают о психофизиологических обследованиях. А Ростехнадзор говорит, оригинал справки о психофизиологическом обследовании. Где она? Нету. Медицинская справка есть, а психофизиологическая нету. Никакого отношения медицина к психофизиологии не имеет. Требования Ростехнадзора четко это дело дифференцируют. Психофизиологические обследования и медицинские осмотры. Терапевт, хирург, офтальмолог, дело конечно хорошее, но психофизиология, эмоциональная устойчивость, интеллектуальный уровень и так далее и тому подобные вещи это совершенно другое и не в епархии медиков однозначно. Ну и так далее. Вы сами можете посмотреть этот документ, можно его скачать с нашего сайта, можно посмотреть и скачать в системе консультант. Еще раз повторюсь, вот у нас здесь все это подчеркнуто. Руководящий персонал, персонал ведущий технологический процесс по всем отраслям, которыми занимается Ростехнадзор, которых Ростехнадзор контролирует. Приказ постановления правительства 1 марта 97 года номер 233. Ну вот пожалуй все о чем я хотел вам сказать. Так что возникают вопросы, посмотрите это видео, решите для себя кто и что будет получать у вас лицензию, персонал, руководители и так далее. И соответственно мы оказываем услуги по помощи в получении лицензии Ростехнадзора. Проводим 14 лет полноценные всесторонние психофизиологические обследования с оформлением разрешительных документов. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.